Привет, Каталония собирается отделяться. Слышали, наверное, уже, да? Вот, и такой прикол, конечно, да, сразу шухер такой непонятный. И вот в программе «Место встречи» по НТВ обсуждают эту тему, и демократически настроенные граждане в шоке и в тупике, потому что, да, вот, посмотрите. Если вы, значит, кто здесь против, ну, имеется до Каталонца, они имеют право идти демократическим путем, проголосовать и сказать, что нет. Нет, я против, но запрещать и... Потому что они вроде как за демократию и референдум вроде как хорошо. Ну, это вроде как Испания. А в Испании как-то... Если отделяют от Югославии, так это, о, это ж круто, блин. А вот Испания, Испания-то, о, ну, вообще, по большому счету, вообще, по большому счету, все-таки, вот, конфликты и недопонимания. Ну, специалисты говорят, что это, как, Мадрид, столичные власти не досмотрели до Каталу. Не в смысле, что допустили, а просто, как бы, упустили сам процесс. Потому что, в принципе, все эти конфликты, которые возникают, надо там отделяться, не отделяться, всегда лучше договариваться. Это единственный выход, единственный способ, когда будут все довольны. Потому что, если идет конфликт, и доходит до там, до самого-самого, там, до столкновений, от этого всем плохо, и тем, и другим. Поэтому единственный... Это не просто, что, как бы... Это, если посмотреть все конфликты подобного рода, то их оценить... Специалисты, так говорят, которые именно знают. Именно не бла-бла, а специалисты. Вот они говорят, что единственный способ это договориться. Потому что ущерб, который будет нанесен, если не договорятся, это будет и тем плохо. Но тут же есть, как бы, прецедент. Косово признали, придурки. А теперь что? А этим, типа, нельзя? Тем было можно, а этим нельзя? Но эти, теперь, и возбухаются. Типа, что, и тем дали? А этим, типа... А нам, типа, что, нельзя? Типа, ну, вот, теперь проблема. Вот так. Ну, пока.